Это самая быстро растущая международная преступная сеть в истории мира. Она уже обошла незаконную торговлю оружием и скоро обгонит наркоторговлю. Пакет кокаина можно продать всего раз, а ребенка – от пяти до десяти раз в день. Божьи дети не для продажи. Давно ты этим занимаешься? Двенадцать лет. Сколько педофилов ты поймал? Двести восемьдесят восемь. А сколько нашел детей? От студии, подарившей вам избранного. Тимотео, вы спасаете детей, да? Поможете мне найти сестру? Обещаю. На основе невероятной реальной истории. Мы – нацбезопасность. Мы не можем спасать гондураских детей в Колумбии. Тогда она исчезнет навсегда. Представь, что ты заходишь в комнату и видишь пустую кровать. Что ты сделаешь? Бросай работу и спасай этих детей. Четвертого июля. Она сейчас может быть в соседнем квартале. А может быть она в Москве, Бангкоке или Лос-Анджелесе. Она – крупный делец. Это территория повстанцев. Туда никто не суется. Ни армия, ни полиция, ни мы. А если бы это была твоя дочь? Ничто не помешает ему. Отряда морпехов не будет. Ты сам по себе. Спасти их. Эта работа разрывает на куски. И это мой единственный шанс. Снова собрать себя в уедино. Когда чутье говорит тебе, что делать, нельзя холебаться. Звук свободы. Знаете, времена другие, Арти. Никто уже не берет автостопщиков. Уэст энд Филмс Ну что, Арти, расскажите о себе. Я там был. Я во всем участвовал. Мы все написали письма. На случай, если нас убьют. Я был в ужасе. Уходим! Укройте я! Давай, давай скорей! Арти! Уходим! По мотивам реальных событий. Это годовщина Дня Д. Я должен быть во Франции. Я бы отпустила вас, Арти. Но мы отвечаем за вас перед вашей семьей. И наш долг заботится о вас. Такое ощущение, что вы меня уже похоронили. Охренеть! Откуда вы взялись? Что вы глаза таращите? Ну же, помогите! Рядовой Арти Кроуфорд. Ветеран бежит из дома престарелых на встречу с товарищами во Франции. Последний стрелок. Людям понравится. Отправляется в путешествие. Так вы хотите сказать, что моего отца нашли, а потом снова потеряли? Вы настоящий солдат, месье Кроуфорд. Он идет в самоволку. Это чудо, что вы проделали такой путь. Паспорт Арти тоже пропал. И ему он далеко не уйдет. Вот, это же я! 17 лет как просрочен, сэр. У каждого свой срок годности. Мне 92 года и три четверти. Мой срок годности давно истек. Это у нас в крови. Спасать солдат. Мы три мушкетера. Один за всех и все за одного? В этом наша с вами особенность, Арти. Мы живем с призраками. Эй! К старикам не приставать! Никто из нас этого не забудет. Но, может быть, сумеет простить. Пирс Броснан. Последний стрелок. Как, скажите, на милость вы думаете добраться в Нормандию? Вы даже туалет найти не можете. Обхохочешься. Весь город во власти хаоса. Не преподать им урок, Франция падет. Что бы сделали вы случись вам возглавить его оборону? Нас ждет много славных побед. Что за костюм, не пойму? Военная форма. Я вел французов в битву за Тулон. Как ваше имя? Наполеон. Тот, кто меняет судьбы, Наполеон. Мне суждено величие. Но властители видят во мне лишь клинок. Вам бы стоило занять трон, как король. Голосуем? Голосуем? Паразиты, взявшие мир в заложники. Самовлюбленный, вопиющий, неотесанный. Ты великолепен. Невзрачный дикарь. Недомерок. Ты ведь никто без меня. Против меня сплотилась вся Европа. И чем тебе грозит поражение? Ваше Величество, нас раскрыли. Пусть. Лед! Мы в западе! Всегда готов признать ошибки. Но я не ошибаюсь. Наполеон. Скоро в кино. Город для некоторых гламурный. Стимулирующий. Процветающий. Только недавно он стал. Опасным. Кажется, я кое-что нашла. За последние две недели были задушены три женщины. Вы работаете в отделе «Стиль жизни». Вы не освещаете убийства. Я думаю, что эти убийства связаны. Еще одна женщина была задушена. Только что позвонили по телефону. Я убиваю продолжение. У вас нет истории. Сколько женщин должно умереть, прежде чем это станет историей? Они только что подтвердили номер четыре. Полиция Джин Куол молчит. Никогда не видела, чтобы они так молчали о чем-то. Мне все равно, один убийца или четверо. Мы поймаем того, кто это сделал. У вас есть какие-нибудь подозрительные? Руки на стену. Он у нас в руках. И мы просто позволили ему уйти. Все сходится с ним. Его история, ход преступлений, все. Вы знаете, со сколькими людьми я провалился в кровище нару? Это дело каждый раз заводит в тупик. Как вы думаете, что вы там найдете? Когда это прекратится, Лоретта? Мне нужно, чтобы вы позвонили и попросили о выдолжении. Будьте быстры. Я не хочу, чтобы меня уволили сегодня вечером. Любой юрист, стоящий 10 центов, разобрал бы это на части. Вы действительно хотите использовать эту бумагу, чтобы разрушить полицейское управление? Если бы кто-то другой так сильно все испортил, мы бы давным-давно поместили это на первый пол. Мне нужно, чтобы вы записали адрес. Если я не перезвоню через час, передайте его полиции. Там ни один сумасшедший из-за вас нас обоих убьют. Ваш безопасный маленький мирок — это просто иллюзия. Это чрезвычайная ситуация для страны. Детонатор готов. Мы конкурируем с нацистами. Я знаю, чем это грозит, если у нацистов появится бомба. Они опережают нас на 12 месяцев. На 18. Откуда вы можете знать? У нас только одна надежда. Вся промышленная и научная мощь Америки собираются вместе здесь, в секретные лаборатории. Все остаются здесь, пока не будет результата. Давайте наберем ученых. Постройте город, причем быстро. Если вы не позволите им привезти свои семьи, мы никогда не достигнем успеха. Почему мы должны ехать в эту глухомань? Неизвестно насколько. Почему? Почему? Может, потому что это самое важное, что когда-либо происходило в мировой истории. Вы великий импровизатор, но это... Этого нельзя сделать, Горбе. Вы хотите сказать, что если мы нажмем на эту кнопку, есть шанс уничтожить мир? Шансы почти равны. Почти нулю. Чего вы хотите от теории? Ровно нулю. Было бы отлично. Это вопрос жизни и смерти. Но я могу сотворить это чудо. Вторая мировая закончилась, блин. А наши парни вернулись куда-нибудь. Все уже готово, не так ли? Мир запомнит этот день. Наша работа здесь даст человечеству доселе невиданных гарантий мира. А кто-нибудь не сделает бомбу побольше. Вы тот, кто дал им способность к саморазрушению. А мир к этому не готов. Трумен должен знать, что будет дальше. Что будет дальше? Один. Предупреждение. Данный анонс может вызвать внезапный приступ монстромании. Смотреть строго с родителями. Добро пожаловать в кошмар... Что за... Этот город кишит монстрами. Что выберешь ты? Охотиться на них? Или спасать. Но если ты любишь монстров, зачем на них охотиться? Я не охочусь. А после встречи с дедушкой, я вообще думаю, что это монстрам нужна защита. Мистер Манальтен, вы в порядке? Какие у вас чистые стекла. Это монстромания. Монстромания. Премьера в пятницу в 17.00 на солнце. Интересно, для кого эти фотографии? Может быть, для наших семей? Мы вернемся к жизни в их воображении. Что с нами было? Что происходит, когда мир тебя отвергает? Основано на реальных событиях. От Хуана Антонио Байоне. Режиссера «Невозможного» и «Приюта». Что происходит? Кем мы были в горах? Общество Снега 1973 год. Обращение к нации. Четыре, три, два, один. Сегодня началось масштабное наступление на нашу страну. Враг планировал застать нас врасплох во время судного дня. У них численное превосходство в семь раз. Если они дойдут до конечной цели, то нас сотрут с лица земли. Проходите, коллеги. Так, где лово? Раньше все поддерживали меня. Вам звонит Генри Киссинджер. Помните, что я, во-первых, американец, во-вторых, госсекретарь и, в-третьих, еврей. Вы же помните, что в Израиле все читается справа налево? Эта поддержка дорого обойдется нашим гражданам. Если придется, мы будем сражаться одни. Мы попали в окружение. Вытаскивайте наших ребят. Это крайне рискованно. Если союзники бросят нас на произвол судьбы, живой я не дамся. Они выпустили ракету по Тель-Авиву. Что ж, я прятаться под столом не буду, но вы не стесняйтесь. Этот конфликт может иметь катастрофические последствия для всего мира. Я хорошо помню свое детство, как пряталась в погребе и дрожала от страха. Но я уже не та испуганная девочка. Вы не представляете, что вас ждет. Я все прекрасно понимаю. И я к этому готова. Голда. Судный день. В кино с 7 сентября. Чья это земля? Моя. Глазам не верю. Наш герой вернулся с войны. Правильно сделал, что приехал. В этой земле нашли нефть. Ассей же самый прекрасный народ божьего мира. Они люди мудрые. Сами решают, кому достанется нефть. Сынок, ты как? Женщин любишь? Слаб, что делать. Ну, мы бы породнились с ее семьей. Их нефтяные доходы перетекли бы в наши руки. Шоми касси. Вот вы кто. Видимо, на языке индейцев это значит чертовски хорош. Эй, че. Зачем ты здесь? Здесь у меня дядя. Боишься его? Нет, он же золото, а не человек. Ассей же. Их время ушло. Ты должен показать, кто в доме хозяин. Мальчальство прислало разобраться с убийствами. Мы уже потеряли счет убитым. Обычное невезение. Скорее, какая-то эпидемия, чем невезение. Если Ассейдж гибнет от руки врага, он не должен погибнуть один. Зло объяло мое сердце. Не надо бояться. Я не знаю, любишь ты меня еще или нет. Конечно, люблю. Они вытняли у меня родных. Она сказала, кого боится больше всех? Не делай того, о чем будешь жалеть до конца своих дней. Я только и делаю, что жалею. Ничего красивее я в жизни не видел. Мужчина с усами играет в Тетрис. Поиграл пять минут, и до сих пор во сне вижу падающие кирпичики. Это поэзия. Волшебная комбинация искусства и математики. Это... Основано на реальных событиях. Это идеальная игра. Тетрис? Тетрис. 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 Не понимаю. Apple Original Film. Название состоит из Тетри, четыре по-гречески и теннисы. Теннисы? Изобретатель любит теннис. Теннис. Вверх. Эта игра не только увлекает, но и поглощает. Это единственный шанс в жизни. Хэнк, всего 10 человек в мире видели то, что увидите вы. Она называется Game Boy. Скомбинируйте стерис. Достанете нам права? Только на Apple TV+. У СССР общие мировые права. Получить будет непросто. Поеду в Москву. Вы едете в страну, которая все еще считает Америку врагом номер один. Ладно? Может, сначала с женой поговорить? Первопроходцы. Рискуют всем. Не в прямом смысле же. Слушай. Ты когда-нибудь слышала, чтобы в квартире было так тихо? Пиксельный самолет летит в Москву. Москва. Это изобретатель Тетриса. Это гениальная игра. Я сделаю вас миллионером. Мистер Роджерс, вы когда-нибудь договаривались с русскими? Мы здесь ради Тетриса. Вы все здесь только ради денег. Что он сказал? Я не знаю русский. За вами и вашей семьей следят лидеры коммунистической партии. Вы знаете, где ваш муж? Что здесь происходит? Мир меняется, и Советский Союз не хочет отставать. Хотите играть с большими парнями? Так устроен мир. Где мои деньги? Это безумие. Мы не можем вас защитить. Иногда нужно забывать правила. Мужчина с усами поет рядом с танцующей толпой. Давай, давай. Игра, от которой нельзя оторваться. Это преступление. История, которую невозможно было выдумать. Советский Союз разваливается. Они лгут. Все лгут. Добой. Подмога спешит. Нет времени. У меня план. Алексей! Террен Эггертон. Да ладно. Вы же все короли драмы. Появляется название. Вокруг него опускаются цветные блоки. Петрис. Мужчина с усами наблюдает, как пожилой мужчина играет с Петрис. Неплохо. Эпл Ти-Мужчина с усами. Эпл Ти-Мужчина с усами. Эпл Ти-Мужчина с усами. Ни хрена себе. Такого я еще никогда не видел. Ни хрена себе. Запредельно безумная ситуация. Все хорошо? 11 лямов баксов? Теперь Феррари купишь? Охренеть! Эй, тише, тут ребенок. Йо, как жизнь? Это ревущий котенок. Расскажу вам все самое интересное про акции какой-нибудь компании. И ей станет... Геймстоп. Потешный тип. Розничные трейдеры вкладываются в Геймстоп. Они видят потенциал. Скупку акций форсит один человек. Че за придурок? Дурные деньги, друг. Тогда берем. Уолл-стрит ставит на крах этой компании. И если они правы, уроды из хедж-фондов получат кучу денег. У его видео 70 тысяч просмотров. Ты лучший! Как он, так и я. Как он, так и я. Акции Геймстоп растут и растут. Еще чуть-чуть, и я тебе особняк куплю. Выпьем за это. Мой брат тупо задрот. Уолл-стрит видит это, да? Охренеть, не встать! Охренеть! Не тяни со звонком! Охренеть! Есть минутка. Я... Какая сегодня прибыль? Пять лямов. Сколько сегодня потеряли? Миллиард. А вчера? Четыре ляма. А вчера? Миллиард. Милый. Да? Мы ж... Мы ж пипец, как богаты. Ты вздрючил кучу мажоров. Они отомстят. Надо обсудить ситуацию с Геймстоп. Ростичные трейдеры. Лузеры. Вам повестка. Уолл-стрит кидалы. Какой сюрприз. Ты выступишь перед Конгрессом. Ставки повышаются. Нафига такая победа, если приз в итоге стынет? Люди чувствуют, что система сломана. Суть фондовой биржи была в том, чтобы разбогатеть при помощи ума и капельки удачи. Но все это в прошлом. Для простых людей надежды нет. Изгодина. Но теперь она появится. Нистяк. Посмотрел видео до конца? Молодец. Что дальше пойдешь делать? Бездумно потреблять контент или выделишь несколько минут на то, чтобы изменить свою жизнь к лучшему? Если выбрал второй вариант, прямо сейчас жми на этот квадратик с видео. Там вам подробно расскажут о том, как работает программка, знающая наперед все ходы в игре LuckyJet. Данный способ бесплатный и не требует вложений, однако места осталось мало. Жми прямо сейчас. Приятного аппетита. Продолжение следует... Продолжение следует.